Сегодня у нас будет такое заседание по довольно смешанному целому набору тем, которые касаются интеллектуальной собственности, которые касаются так называемой knowledge-based и делятся знаниями, вопросов того, как они друг к другу переходят, ну а также всех тем, которые окружают эти непростые достаточно вопросы, то, что касается интеллектуальной собственности, патентов, развития этого всего в дальнейшем, каких-то, может быть, трендов, каких-то интересных отличий, которые мы наблюдаем в последнее время. У нас сегодня три гостя, два основных, которыми будем это все обсуждать, я их представлю. Это Мария Дорошенко, генеральный директор компании LegalPix, создатель проекта «Чувство собственности» и образовательного трека iCamp в рамках стартап-тур «Сколково». Это Мария Ольховская, кандидат экономических наук, руководитель отдела патентной и изобретательской работы «Сплатглобал». И Майя Евдокимова, кандидат в философских наук, начальник Центра по взаимодействию с органами власти Федерального института промышленной собственности. Ну и прежде чем мы начнем задавать вопросы и как это все ввести, я попрошу каждого из спикеров немножко рассказать о себе, о том, чем они занимаются, и, может быть, сказать пару слов о том, какие наиболее интересные моменты этой темы они видят в настоящее время, что их занимает сейчас. Начнем, пожалуйста, с Марии Дорошенко. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Очень рада вас приветствовать. Еще раз всех поздравляю с текущей неделей интеллектуальной собственности, всех причастных, всех, кто профессионально занимается этой тематикой, этим вопросом, юристов, патентных, поверенных, профессиональное сообщество. Ну а также, конечно, поздравляю всех креаторов, творцов, творческих людей, которые относятся к творческим индустриям, которые вносят свой интеллектуальный вклад в развитие, эволюцию вообще нашего общества, потому что креативные индустрии создают то качество жизни, которое мы с вами потом, собственно, и в котором тот окружающий мир, в котором мы с вами живем с точки зрения изобретений, творческого контента. Мы все смотрим кино, слушаем музыку, ходим на выставки, пользуемся гаджетами и так далее, и так далее. То есть мысль человеческая безгранична, интеллектуальное творчество неисчерпаемо, творческая мысль неисчерпаема, поэтому это такой самый важный, самый ценный ресурс, который у нас есть, это творческая мысль. И, конечно, эта тема не может не привлекать. И в свое время, когда я оказалась со стороны регулирующего органа в Роспатенте, я возглавляла Центр общественных связей с 2017 по 2019 годы, проводили мы как раз в эти дни, немножко вздрагиваю до сих пор, цифровые трансформации, фокус на IP, две конференции, две – это только те, которые были самые заметные и яркие, ну а также множество других. Вздрагиваю, потому что, ну, с одной стороны, конечно, приятные воспоминания, с другой стороны, все эти организационные моменты, вы понимаете, да, на чужой свадьбе очень хорошо гулять, а организовывать свое всегда тяжело. Ну так вот, да, была я, что называется, по ту сторону экрана, потом вышла по эту сторону экрана, действительно вела одно время блог по интеллектуальной собственности, проект «Чувство собственности», он доступен до сих пор на Ютюбе, это получилась такая коллекция выпусков вне времени и вне пространства, они актуальны по сей день, потому что гражданский кодекс с тех пор не менялся, и все, что мы озвучивали с уважаемыми спикерами моего проекта, до сих пор актуально, поэтому это такая мой вклад в популяризацию сферы интеллектуальной собственности, и с одной стороны, когда я работала в государственной структуре, а потом уже как блогер я выступала, а сейчас я возглавляю компанию LegalPix, которая занимается юридическим дизайном, ну а также я продолжаю, конечно же, свою любимую тему популяризировать максимально, и вот как раз недавно мы завершили серию мероприятий в рамках стартап-тура «Сколково». Мы проехали по четырем городам России, Якутск, Казань, Пермь, Красноярск, с треком IP Camp, в котором мы как раз доступным образом, на понятном языке, изобретателям, юным и не очень креаторам, стартаперам и прочим творческим людям, креативным индустриям рассказывали о том, собственно, как механизм интеллектуальной собственности призван защищать их права, давать им правовую охрану, как, собственно, им дальше работать с этими объектами, монетизировать свое творчество и так далее, и так далее. Поэтому эта тема мне не просто близка, да, это, можно сказать, она уже со мной сроднилась, поэтому я скорее себя позиционирую как такого IP-энтузиаста, да, поэтому я прохожу путь творца и сама, я создаю сама творческие объекты и со своей командой, поэтому я, собственно, знаю изнанку этого процесса и знаю, как все происходит на самом деле. Спойлер, хорошо все происходит, если правильно работать с объектами интеллектуальной собственности, да. Вот, и сегодня наша тема, ну, собственно, я была некоторым образом причастна к созданию этой темы, да, и вот, собственно, тема о том, как сегодня Институт интеллектуальной собственности способен творцам помогать развиваться, монетизацию производить, своего творческого труда, ну, и, собственно, правовая сторона вопроса, как это все на профессиональном уровне происходит, то есть делиться или не делиться контентом, да, то есть защищать, охранять с точки зрения права допускать на свою территорию или ограничивать на своей территории, да, потому что патентное право – это в том числе и право ограничивать, да, то есть запрещать, то есть это не только доступ, но это еще и запрет. Это и барьеры, и границы, но, с другой стороны, мы понимаем, что сегодня эпоха творчества и со-творчества, коллаборации, совместного развития, сегодня, возможно, развитие по большому счету в целом командное, да, то есть в одиночку довольно трудно реализовывать вообще любые проекты, и мы понимаем, что всегда имеем место с деятельностью некой команды, и вот как в этой команде распределять не только ответственность, но и барыши, да, это как раз вот Институт Институальной собственности очень хорошо регулирует этот момент. Когда мы командой заходим на какой-то проект, как мы распределяем, собственно, потом вклад каждого в общее дело, и как, собственно, потом делится прибыль, да, там, с точки зрения компании, команды и так далее. Вот, поэтому тема, мне кажется, очень актуальна и интересна, потому что масса контента в сетях, масса контента физических объектов, которыми мы пользуемся и так далее, и пусть говорят о том, что Институт Институальной собственности такой немножко архаичный, и все заменит NFT, я считаю, что это не совсем так, потому что покуда будет существовать монетизация, вопрос финансов и так далее, Институт Институальной собственности будет жить и жить долго, потому что, да, он, конечно, будет трансформироваться, да, конечно, он будет меняться, да, конечно, это живой очень организм, который меняется вместе с творцами, да, и если сегодня цифровой контент создается уже искусственным интеллектом, то, конечно, наверняка через какое-то время все-таки регулирующие наши органы введут какие-то и правовые нормы относительно этого вопроса, но пока, как мы знаем, искусственный интеллект правосубъектностью не наделен, поэтому говорить об этом рано, мы пока говорим все-таки о том, что био, как это, кожаные мешки создают все еще интеллектуальную собственность, да, то есть результаты этих тонн деятельности пока рассматриваются с точки зрения все-таки человека, человеческим трудом все, что создано, поэтому делиться или ограничивать, вот, собственно, тема сегодняшней нашей встречи, и я здесь выскажусь сразу с двух позиций, но позднее, то есть вот немножко о себе, да, то есть я резюмирую вышесказанно, IP-энтузиаст, предприниматель, автор нескольких проектов о интеллектуальной собственности и рада вас всех приветствовать сегодня на нашей встрече. Спасибо огромное, Мария, очень, во-первых, очень внушительный послужной список, нам крайне приятно, что вы здесь, во-вторых, мне очень понравилось понять юридический дизайн, который я, честно говоря, слышу первый раз, ну, поскольку я все-таки не профессионал в этой области, оно сразу дает ощущение чего-то действительно, ну, инновационного и того, с чем я, по крайней мере, не сталкивался раньше, и какого-то очень интересного подхода, самого подхода к этой деятельности, да, что-то такое, что находится на самой грани изведанного. И да, конечно, поговорим об этих всех темах. Я когда готовился к сегодняшнему эфиру, читал, собственно, об этих всех технологиях, и у меня есть несколько, скажем так, довольно противоречивых вопросов, очень противоречиво обсуждаемых в сети среди профессионалов, мы сегодня их обязательно поднимем. Пока хотел бы познакомиться с Марией Ольховской, вам слово, расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о том, чем вы занимаетесь, какими областями директуальной собственности и права вообще сталкиваетесь, на чем видите свой текущий фокус. Да, коллеги, благодарю за представление, благодарю за приглашение принять участие в такой интересной дискуссии. Я возглавляю отдел патентной охраны по SPLAT, компания, которая занимается разработкой и производством продукции, относящейся к персоналке. В основном вы нас знаете, наверное, по нашим выдающимся зубным пастам. Наверное, вы не знаете, что у нас практически в каждом тюбике лежит патент, который был создан практически кровью и потом наших изобретателей. Очень сложно на первых этапах давались им эксперименты, которые необходимы были и достаточны были для того, чтобы мы патентом закрыли это изобретение. И мы это делаем в первую очередь не для того, чтобы защитить себя от посекательств конкурентов, но для того, чтобы самим пройти этот трек и доказать собственную уникальность. Потому что когда мы подаем заявку в патентное ведомство, а мы охватываем сразу несколько территорий с точки зрения подачи заявки, то мы бы хотели признание того, что мы делаем, и подтверждение того, что то, что мы делаем, является уникальным и нигде ранее не существовало. Буквально прошлый год у нас завершился исследованиями, которые мы в куларах называем достойными Нобелевской премии, потому что действительно, когда ученые проводят серии экспериментов, они находят что-то уникальное, что ранее не было показано в науке, и никак это не было объяснено. В общем, это действительно заставляет нас думать больше и больше, и дарить эту ценность нашему потребителю. Мы достаточно необычная компания в своем роде, потому что мы постоянно любим себя сами взламывать изнутри с точки зрения изобретений. Периодически думаем, что же заменит зубную пасту, и думаем, а что придет на смену зубной пасте. То есть мы не создаем исключительно только лучшие продукты, мы думаем, а что придет на смену этим продуктам через 10, 20 лет или 30. И в этом плане мы достаточно сензитивны в положительном ключе к стартапам, к новым идеям. У нас есть много проектов, которые позволяют нам коммуницировать с учеными, которые создают интересные гипотезы. Это даже не продукт, это просто некоторые гипотезы. Это видение продукта. И со стартаперами, которые делают что-то, и у них уже есть гипотеза на стадии. Там proof of concept и есть прототип. Поэтому мы буквально в прошлом году провели совместно с нашим партнером Сколково замечательное мероприятие, называется оно Farm Biotech. Мы приглашали всех ребят, которые создали стартапы, свои команды, для того, чтобы они поделились собственными решениями и получили от нас и команды Сколково поддержку, в том числе и финансового рода, для того, чтобы создать собственные компании и поделиться с миром проравными изобретениями. Что касается работы с изобретателями, это достаточно сложно, потому что всегда человек говорит, что это раньше не было известно, и для него очень удивительно, когда ты ему приносишь патентный поиск и говоришь, слушай, в начале 20 века был прототип твоего изделия, и, конечно, очень сложно ученому принять это, что это изобретение осталось всего лишь на бумаге, но оно ему мешает для того, чтобы получить собственный патент. И это немножко демотивирует, да, не с точки зрения того, что компания не получит патент, а немножко демотивирует изобретателя, как же так, я второй, кто решил эту задачу, я как будто не был первым, и здесь очень много нужно уделять внимание именно творческой составляющей креаторов, для того, чтобы их мотивировать, создавать и создавать, для того, чтобы у них не было этого вагорания, и в то же время для того, чтобы они предоставляли всю экспериментальную базу, достаточную для подготовки патентной заявки, и того, чтобы мы были уверены, что эта патентная заявка закончится патентом. Кто-то даже пишет, представьте себе страдания Маркони. Ну, все страдают, да, в общем, и специалисты в области интеллектуальной собственности, они все эти страдания видят, и в некоторой стекле мы работаем своего рода психологами. Кстати, в последнее время в обучении специалистов по интеллектуальной собственности сама проходила, включает еще поддержку консультантов в области психологии, они нас учат поддерживать команду. Вот, поэтому много работаю с изобретателями, это очень интересно. С другой стороны, есть определенные нюансы, связанные с тем, что иногда изобретатель хочет все и сразу, и немножко не вовлекается в коммерческую составляющую, я говорю про изобретателей, которые извне приходят. Поэтому вот здесь, в нашей стране, я думаю, есть определенная культура, которую нужно в определенном смысле взломать, да, пересобрать ее для того, чтобы бизнес больше мэтчился с изобретателями, и изобретатели больше мэтчились с бизнесом. Ну, мы обязательно поговорим о том, каким образом им мэтчится, да, потому что вот идея такого тиндера для изобретателей и бизнесменов, да, наверное, она как раз может быть реализована при помощи тех самых новых технологий, которые бы очень коротко затронула Мария, да, там, например, NFT, смарт-контракты и прочее. Я думаю, что будет интересно этого коснуться. Давайте начнем вот с чего. Я сразу хочу предупредить, что я не профессионал в этой области, поэтому я сегодня выступаю таким больше журналистом, да, такой вот утренней программы «Доброе утро», которая пытается из экспертов, профессионалов в своей области, которые владеют языком профессиональным максимально полно и которые очень давно в этом крутятся, но пытаюсь рассказать об их работе или дать возможность им раскрыться максимально понятным образом тем, кто даже не имеет, может быть, особенно больших знаний или там опыта в этой области. Поэтому, если какие-то вопросы будут, покажутся слишком простыми или, может быть, не так сформулированы, пожалуйста, меня поправляйте, не стесняйтесь сами, что ты предлагаешь. У нас абсолютно открытая такая дискуссия. Значит, первое, о чем я хотел бы спросить, это, как мы уже заметили сегодня, а сейчас вот в современном таком очень сложном мире уже, наверное, ни одно открытие, ни одно сколько-нибудь сложное изобретение в тех или иных областях программного обеспечения, какое-то очень сложное произведение искусства не создается одним человеком или даже одной какой-то небольшой командой. Да, это все какой-то коллаборативный труд, труд очень многих людей, которые как-то вносят свои знания, свои изобретения, идеи, объединяют это все в какой-то большой проект и выдают какой-то вот там, летит ракета в космос, едет автомобиль или выходит второй аватар. Вот я хотел спросить вот о чем. По идее, какие-то вот роли между всеми этими участниками нужно расписать, нужно обо всем договориться на берегу, потому что их признание, их выгода будет пропорционально выхлопа конечного продукта, но при этом не всегда понятно, например, кто же внес больший вклад или чья фишка привнесенная послужила успеху этого продукта. И если, как я представляю, раньше для этого требовались какие-то просто килограммы и килограммы бумаги, чтобы распределить вот эти вот все внутренние взаимоотношения, как-то их расписать договорными какими-то обязательствами, обязать и так далее, сейчас есть попытки это автоматизировать, привести к так называемым, например, смарт-контрактам и так далее. Не могли бы вы рассказать немножко со высоты своего опыта, со высоты своей практики, исходя из того, как вы знаете, их того, что вы знаете и с чем вы сталкивались, каким образом вот эти вот большие команды креаторов самых разных, разнообразных друг с другом взаимодействовать и что, собственно, помогает этому большому кораблю не пойти на дно сразу при выходе из порта. Расскажите, поделите свое опыту в любом порядке. Как организуются взаимоотношения с авторами идей, когда эти идеи составляют один большой проект? Наверное, я начну? Да, пожалуйста, в любом порядке. Мы стараемся оставить в стороне формальности. Если вам есть что сказать, просто говорите. Да, хорошо. Ну, если говорить о командах, которые творят какое-то решение, которое впоследствии предполагается к патентной охране, я сейчас буду говорить исключительно про наш кейс с химиками, биологами, лучше, конечно, с самого начала на берегу уведомить изобретателей о некотором контуре правил, которые приняты в компании. Вы сразу не сможете проинформировать команду о деталях, которые возникнут впоследствии. Кто решит задачу, которая была не решена ранее, кто догадается, каким образом ее нужно решить, кто это сделает руками, кто это сделает в голове, кто успеет это зафиксировать, кто нет. Возникает множество случаев. Они в том числе связаны с положением о авторском вознаграждении, вознаграждении за создание служебных результатов интеллектуальной деятельности. У нас каждый кейс решается совместно с юридическим департаментом, то есть мы еще привлекаем коллег, поскольку я нахожусь в структуре РНТ-департамента, и звонят для того, чтобы они промодерировали, посмотрели, кто действительно из авторов, какой вклад внес, чьи обязанности полностью совпали с трудовыми обязанностями, а чьи обязанности вышли за предел трудовых обязанностей, и действительно было создано какое-то решение, выходящее из ряда вон. Я имею в виду в плане патентной охраны. Для того, чтобы помочь изобретателям что-то сделать и не напороться на создание второго велосипеда, мы проводим поиски информационные, которые показывают, что было сделано в этой области на уровень техники, поиск на уровень техники, для того, чтобы показать, от чего нужно отстроиться и какие проблемы сейчас в науке есть, где какое-то вещество обладает высокой эффективностью, но не может быть введено в рецептуру зубной пасты из-за нестабильности. И задача стоит в том, чтобы ввести эту рецептуру, точнее, это вещество в состав зубной пасты или средства для ухода за волосами. И, отталкиваясь от этого трамплина, ученый уже далее понимает, сможет он взяться за эту задачу, по крайней мере, вот ментально он готов к решению этой задачи или нет, и далее, если готов, он проходит этот трек. Конечно, ему помогает очень большая команда. Он на протяжении всего этого периода может заказывать исследования на аутсорсе. Это исследования, которые мы проводим исключительно в предыдущих наших лабораторий, потому что, конечно, нужно исключить человеческий фактор. Изобретатель всегда заинтересован в том, чтобы решить его изобретение наилучшим способом, но иногда получаются какие-то ментальные ловушки. И для того, чтобы оставаться предельно трезвым в решении этой задачи и максимально беспристрастным, нам помогает в том числе проведение экспериментов на аутсорсе. Плюс, конечно, команда просто функциональная, которая подключается к решению этой задачи, потому что создать стабильную рецептуру – это одно, но упаковать ее в соответствующую упаковку, выбрать условия хранения и так далее, и тому подобное – это тоже задача, которая требует соответствующего решения. То есть изобретатели, грубо говоря, работают… Есть решения, при которых изобретатели работают на зарплате у какого-то создателя продукта, либо, возможно, другой вариант, если какой-то человек, близкий к изобретательским кругам, он выступает просто координатором для заказа этих исследований или разработок на стороне у сторонних подрядчиков. Это вот таким образом, да, увязывается? Ну, смотрите, здесь разные ситуации бывают, потому что если у него есть гипотеза, и кто-то руками подтверждает эту гипотезу, допустим, какая-то компания на аутсорсе, она автоматически не становится кто-либо из этой команды автором изобретения. У нас достаточно жесткий подход, может быть, жестче, чем у ряда юридических консалтинговых компаний, потому что человек, который изобрел гипотезу, примерно понимает, как нужно составить эксперименты, этот дизайн эксперимента изложил на бумаге, а другим людям просто нужно повторить его руками. Но вот для нас человек, который является автором гипотезы и создал дизайн эксперимента, и знает, чего он хочет добиться в итоге, вот он для нас автор, люди, которые провели на аутсорсе задачу, наилучшим способом, но тем не менее полностью по расписанному алгоритму авторами не являются. Правильно ли я понимаю, что человек, который, например, является сотрудником, работает на зарплате, то по идее все то, что он изобрет, изобретет, все то, что он придумает, все его идеи являются автоматически собственностью компании, с которой он работает. Это, собственно, часть контрактных обязательств. Или не обязательно. Это просто часть такого чуть более общего вопроса, который я тоже хотел задать. С точки зрения изобретателя, с точки зрения автора какой-то уникальной идеи, какого-то уникального эксперимента, технологии, чего угодно, то ему нужно сделать, чтобы получить максимум от своей вот этой вот идеи, да, как ему себя обезопасить от того, что это просто перейдет его, ну, грубо говоря, номинальным работодателю, получить какой-то максимум от продажи этой идеи, от ее реализации. Как это можно сделать через этики? Очень хорошие вопросы. Но здесь обязательства возникают не только у сотрудника, но и у работодателя дать соответствующее служебное задание сотруднику, да, на разработку того иного результата интеллектуальной деятельности, плюс сотрудник, который заинтересован в воплощении его результата интеллектуальной деятельности, должен обязательным образом уведомить работодателя о создании этого решения. У нас гражданский кодекс достаточно подробно прописывает, обозначает порядок коммуникации и взаимодействия. Если работодатель остается не заинтересованным в решении этой задачи, да, то работник может запатентовать это решение самостоятельно. Если это прям совсем в общих чертах. А потом продать своему работодателю? Правильно я понимаю? Ну, если он прям очень хочет, он может продать своему работодателю. Я, честно говоря, не сталкивалась с такими ситуациями. Обычно все-таки компания, которая видит полезность коммерческого составляющего этого решения, она заинтересована в ее коммерциализации, оформлении этого результата как служебное, по всем правилам. Не все компании, конечно, соблюдают такие требования, поэтому у нас суда все-таки имеют какие-то исковые требования и от сотрудников бывших, например, или нынешних, и в том числе от компаний к авторам изобретений по разным поводам. Ну, в действительности, если соблюдать законодательство и все делать правильно, то никаких коллизий возникнуть не должно. И работодатель тоже должен понимать, что решение, если оно обладает ценностью и для потребителей, и для компании, конечно, его нужно вводить в коммерческий оборот, а перед этим его нужно соответствующим образом оформить. Понятно. Мария Дорошенко, скажите, сталкивались ли вы с такими вопросами, с такими кейсами? И помогаете ли, например, вы изобретателям подготовить всю эту необходимую юридическую инфраструктуру, помогающую им как-то отстаивать интересы? Вот на ваш взгляд, каковы должны быть шаги изобретателя для того, чтобы максимально обеспечить свои интересы? Ну, смотрите, здесь двоякая позиция у меня. Я, с одной стороны, владелец бизнеса, и я заинтересована в том, чтобы все создаваемые объекты интеллектуальной собственности во исполнение трудовых обязанностей оставались у меня. Поэтому, конечно, когда человек поступает на работу, подписывается договор, в котором обязательно, трудовой договор, в котором обязательно прописан пункт об интеллектуальных правах. Собственно, этот пункт рекламентирует наши взаимоотношения в дальнейшем, и этот онбординг, да, сейчас такое модное слово онбординг, ну, фактически это как раз, как бы, такой момент погружения нового сотрудника в правила организации, да, то есть как тут все устроено. Вот как раз в рамках онбординга, поскольку я как раз работаю в основном с творческими единицами, то получается, что они предупреждены о том, что все, что делается в рабочее время и по рабочим заданиям, принадлежит компании, да, соответственно, в случае, если я нанимаю сотрудников, ну, не сотрудников, а привлекаю людей на аутсорсе по договорам гражданско-правовым, да, то, что называется ГПХ, то там всегда прописывается техническое задание на создание того или иного объекта, и, соответственно, этот объект передается с описью, фотографией там и так далее. То есть если для меня рисует художник комикс-контракт по моему техническому заданию, да, по сценарию, то, соответственно, все эти картинки, они описаны, приложены к акту, и, соответственно, выплачено вознаграждение, соответственно, все права переходят к компанией, да, у автора остается право авторства, а вот права распоряжения там и так далее, и так далее, коммерциализации, то есть то, что называется исключительные права, да, они отходят уже мне в рамках этого договора. То есть дальше я уже, соответственно, передаю их дальше, если я эти права приобрела в составе некого объемного творческого продукта, в котором в том числе присутствуют результаты труда вот привлеченного специалиста, да, художника. Вот, все, что касается, значит, творческих объектов, которые создаются вне рабочее время и вне служебного задания, если это просто частная инициатива сотрудников, но они предлагают это мне, то тут уже решается скорее джентльменскими соглашениями, да, и там я, допустим, если понимаю, что не очень важно зафиксировать переход прав, ну, соответственно, назначаю премию, например, да, назначается премия сотруднику и дополнительно оформляется переход прав именно конкретно на этот объект интеллектуальной собственности. Ну, в частности, я работаю с дизайнерами, поэтому в данном случае это имеются в виду графические какие-то элементы, изображения и так далее, презентации, может быть, еще что-то. Вот, поэтому я стараюсь, ну, поскольку я сама в этой тематике нахожусь, да, и у меня очень хорошие юристы работают со мной, то, соответственно, мы за такими вещами следим, потому что у нас цепочка прав на нас не прерывается. Мы дальше продаем эти уже, то есть наш продукт как раз состоит из композиции творческих объектов разных авторов, да, и, соответственно, поскольку здесь имеется коммерческая составляющая, то, конечно, когда мы дальше продаем этот продукт, соответственно, с нас уже просит компания подтверждение, что мы имеем право, собственно, продавать им это, да, то есть, в общем-то, надо сказать, что сейчас за этим очень активно все стали следить, потому что кейсов становится все больше, разбирательств все больше, кто первее придумал, да, вот это все, то есть мы понимаем, что люди уже начинают осознавать, что да, я работаю на фрилансе, но завтра изображение, например, стало вирусным и приносит какой-то чрезвычайно фантастический доход кому-то, а я являюсь, например, автором этой картинки, да, почему мимо меня проходит вся эта прибыль, например, и так далее. То есть и все уже начинают понимать, что даже работая на фрилансе стоит все-таки не черные, что называется, кассы, да, получаете, а лучше все-таки стать самозанятым, оформить ИП, каким-то образом себя легализовать в правовом поле, чтобы дальше совершать уже эти, собственно, действия в правовом поле и получать прибыль на законных основаниях и, собственно, действительно становиться полноценным участником рынка прав, становиться правообладателем. То есть правообладатель, это не только звучит гордо, но это еще и сулит определенные последствия, да, в частности, в основном позитивные последствия, да, потому что если негативные последствия какого рода могут быть? Что кто-то будет оспаривать право авторства, да, кто-то будет говорить, что это они, значит, первоначально создали этот объект сектуальной собственности и там дальше уже начнется разбирательство. Ну вот как раз по поводу фиксации результатов, да, сейчас есть способы, там, раньше пересылали сами себе обычной почтой с маркой, там, клеили, сами себе пересылали распечатанные какие-то или от руки написанные, там, рукописные тексты, изображения, картинки и так далее. Сейчас есть сервисы депонирования, в которых можно разместить цифровой файл с изображением объекта или текстом, соответственно, получить свидетельство о депонировании. Да, мы, конечно, понимаем, что это свидетельство о депонировании свидетельствует лишь о том, что кто-то в такой-то момент загрузил этот объект. Является ли он, правда, правообладателем, именно создателем этого объекта, это будет уже выясняться потом по совокупности доказательств, если дело дойдет до суда. Но на первичном уровне депонирования может помочь в числе прочих доказательств иметь, вот, собственно, на своей стороне такой подтверждающий фактор, да. Потому что, да, ну, бывали кейсы и случаи, что эти свидетельства о депонировании оспаривались в суде, но именно по причине того, что выяснялись дополнительно... Ну, пока Мария подключается, тогда продолжу. Да, пожалуйста, конечно, конечно. Да, монолог о подтверждении. Когда мы исследуем вопрос принадлежности авторства тому или иному изобретателю, как нам кажется, да, то в ход идет практически любой аргумент, который должным образом был зафиксирован. И у нас действительно среди последних, наверное, случаев таких спорных, которые я вспоминаю, не по причине того, что кто-то хочет на себя одеяло перетянуть, да, в плане авторства, но на предмет того, что иногда изобретатель не совсем понимает это, когда он является автором служебного результата интеллектуальной деятельности, когда он просто делает свою работу. Вот у меня недавно из анкет мы заставляем, ну, в добровольно принудительной форме заполнять анкету для того, чтобы она все-таки у нас была, и автор сам смог вернуться и в случае какого-то спорного кейса сам понять, что же он сделал, да, потому что все забывается. Вот один из авторов пишет, я ничего крутого не сделал, я просто делал свою работу. Когда анализируешь, на самом деле вышел за пределы своей должностной инструкции, намного создал решение, которому нет сейчас аналогов в мире. Мы, кстати, получили патенты без единого запроса от патентного ведомства в Российской Федерации. Как за рубежом пойдет, мы посмотрим. Обычно такое проходит с патентными заявками на молекулы, да, вот с первого раза, когда получаешь, а когда касается какого-то косметического изделия, обычно все-таки мы проходим через этап одного-двух запросов, в редком случае трех. И другой кейс, когда наш изобретатель, один из, говорил, что вот смотрите, я создал, мой отчет говорит об этом. Но мы понимаем, что переписка с другим человеком подтверждает, что у этого изобретения есть еще и второй автор, про которого первый забыл. Ну, потому что, да, вот в психологии авторов очень сложно установить, кто на самом деле автор в юридическом смысле этого слова, а не отец гипотезы. Потому что я все время обращаюсь к Пушкину, который поделился там идеей с Гоголем, если мне память не изменяет, да, мертвыми душами. Но при этом Пушкин нигде на корке книги не значится как автор, идейный вдохновитель и прочее тому подобное, вот, несмотря и не умаляя, соответственно, достижения Александра Сергеевича и его вклад в вдохновление. Безусловно, у Победы много отцов, поражили всегда сирота. Было бы интересно, упоминали бы вклад Пушкина или его участие в этом, если бы мертвые души провалились. Но я очень хорошо понимаю психологию изобретателей. Это обычная человеческая какая-то натура. Наверное, действительно, об этом нужно следить. И вот как раз об этом я хотел поговорить. И об этом частично начала говорить Мария. До того, как перелала связь. Потому что это... Да-да-да, я вижу, вы вернулись. Это здорово, что вы с нами. Хотел спросить вот о чем. Поскольку, как мы уже сказали, да, мир становится все больше и больше и сложнее. И вот эти вот цепочки добавленной стоимости растягиваются на уже сотни и сотни этапов. Они идут через границы. Они идут через большое количество времени, через большое количество общества. По идее, это все нужно как-то... Этим как-то нужно управлять. Есть проекты, действительно, депонирования прав на какие-то объекты интеллектуальной собственности. И они выглядят, как правило, как некие централизованные системы, некие централизованные реестры, которые ведет какая-то доверенная организация. права, которые на подтверждение депонированных прав мы так или иначе признаем или так или иначе и доверяем. Есть попытки так называемых криптоэнтузиастов строить распределенные реестры, основанные на технологии блокчейн, так называемые смарт-контракты, учитывающие, собственно, вклад каждого человека. Хранится это все так, что это невозможно поделать. Это делается с неким доверием по умолчанию, или там trust by design, как это называют они сами. Собственно, это гремело некоторое время назад. Сколько я помню, был пик популярности в 2017 году. Потом это как-то органически поутихло. Но, как говорит нам цикл Гартнера, хорошо известный вам, после пика и падения выступает некое плато продуктивного использования. Скажите, каким вы видите будущее вот таких систем управления правами? Есть ли действительно, может быть, какой-то шанс вот этих вот блокчейн-систем? Или это по-прежнему останется прерогативом каких-то криптоэнтузиастов, и мы будем это делать при помощи каких-то больших компаний, занимающихся управлением классическим систем централизованного депонирования? Как вы думаете? Ну, позвольте мне вернуться в дискуссию. Да, 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 конечно. Я так понимаю, что вы закончили на том, что, точнее, подхватили мой спич, да, и продолжили по поводу перехода цепочки прав и так далее. Да, действительно, я говорила о цепочке прав, которая возникает в коммерческой деятельности, да. Я работаю, допустим, с объектами авторского права. Вот наша коллега Мария работает с объектами патентного права, да, то есть с изобретениями, промышленным дизайном и так далее, образцами. Сегодня я сталкиваюсь в большей степени с авторским правом, то есть изображение, движущееся изображение, то, что называется, видео, анимация и так далее, да. Конечно, и здесь ключевое слово – цепочка. То есть мы понимаем, что мы создаем не для себя, не в стол. Если мы имеем цель коммерциализации, то, соответственно, конечно, возникает цепочка прав. И если мы не собственноручно это все создаем, то мы у кого-то эти права получаем, дальше мы эти права упаковываем в комплекс некий, да, и дальше уже продаем это на рынок неким образом. Вот в рекламной индустрии это особенно заметно и так далее, и так далее. И ключевое слово – цепочка. Поэтому цепочка может быть как виртуальная, да, то есть неосязаемая. То есть мы физически передаем друг другу документы некие, там, патенты, справки, ну что-то, да, там, физический носитель, на котором это находится. Ну, то есть то, что мы называем, как бы идея, да, у нас не защищается и не патентуется. Но вот уже когда она имеет объективную форму, то есть описана чертежом, либо техническим заданием, либо описана визуально, либо текстом, ну, теми способами, которые доступны для создания этой объективной формы, соответственно, мы получаем уже, как бы, результат интеллектуальной деятельности опредмеченной, да. И вот с этим опредмеченным, собственно, объектом мы имеем дело. И, соответственно, когда у нас цепочка есть прав, то почему бы ей не быть цифровой, этой цепочки. И вот как раз блокчейн – это же и есть, собственно, цепочка, да, цепочка неких ячеек, в которых хранится хэш-код о тех или иных объектах, которые там виды изменялись, создавались и так далее. И видна вся последовательность действий с тем или иным объектом. И эта идея, ну, собственно, она не нова, да, и мы знаем, что у нас в России существует IP-чейн, да, система, которая, собственно, была создана по принципу вот на платформе Hyperledger, и, собственно, там и предлагается депонировать, то есть NRIS подключен к IP-чейну и множество других сервисов, они как раз вот озеро данных такое создают, в которых, собственно, можно отследить всю эту цепочку. И я знаю, что вот сейчас, значит, есть такой российский центр по управлению интеллектуальной собственностью, то, что называется RCS, и туда вот подключились и IP-чейны, и Роспатенты, и масса-масса других поставщиков, собственно, вот этого объема данных по объектам интеллектуальной собственности. Поэтому это уже не из области какой-то фантастики, это уже реально существующий у нас вот проект, можно так сказать, да, который вот в помощь изобретателям, создателям креативного контента и так далее, вот, собственно, создается. Но он в большей степени сегодня и является той точкой, где встречается, вот как вы говорите, бизнес-тиндер, да, бизнес-тиндер, где встречаются те, кто создает и те, кто покупает, да. Да, это работает по определенным законам, с определенными обстоятельствами, условиями и так далее. По-прежнему мы сегодня говорим о том, что Роспатент все-таки является, то есть почему патентная система существует в этой всей логике, все равно существует патентная система, потому что есть экспертиза, потому что мало понимать, например, в случае с авторским правом достаточно просто подтвердить, что есть некий объект, и у него есть автор. На этом, в принципе, можно ставить точку, да, и дальше уже там говорить о том, как распоряжаться этим правом и так далее, да, там, какую лицензию будет выдавать автор, закрытую, открытую, ну и так далее. То есть вот как раз тема моего там дальнейшего спича, Creative Commons и так далее, да, Open Code. Но авторское право, оно как бы, вот я по факту создания объекта становлюсь автором, и мне это подтверждать нужно в случае, по большому счету, если я хочу эти права каким-то образом коммерциализировать, то есть передать, да, либо кто-то посягает на мои права, и, соответственно, я должна доказать свое право авторства. Ну, то есть кто-то нарушает мои права, и тогда я беру на себя бремя доказывания, что я являюсь автором, да. В случае с патентным правом мало сказать, что вот есть объект, и он прекрасен в своей, вот, ну, вот он просто прекрасен, потому что он есть. Потому что есть ключевые признаки, да, у патента есть признаки, есть критерии, по которым, значит, объект на сектуальной собственности получает патентное свидетельство, да, или там свидетельство на изобретение, промышленный образец, там и так далее, три у нас объекта. Это новизна, изобретательский уровень, да, и промышленная применимость. То есть то, что вот говорила моя коллега Мария, да, почему не является, если позволите, я прокомментирую один ваш очень важный тезис, который я услышала. Что такое патентное право? Вот почему Мария, да, и ее коллеги-юристы признают автором не того, кто воссоздал по чертежам и подтвердил гипотезу, а того, кто создал техническое задание на этот эксперимент. Потому что патент, по сути, по своей, это и есть техническое задание на воспроизведение определенного изобретения. То есть патент – это и есть реферат, к которым приложены чертежи, инструкции, описания, как это может быть создано. Но вообще изобретатель вообще, в принципе, не обязан даже по своему техническому заданию создавать этот объект, он не обязан его физически приносить в Роспатент и говорить, смотрите, как это работает. Нет, он описывает в реферате чертежами, там, он объемом текста и чертежей, там, и так далее, формул, и так далее, он описывает, собственно, техническое задание, как это изобретение может быть воссоздано в промышленных условиях. То есть оно может быть тиражируемо. То есть это не… То есть принципы, методологии, да, вот такого типа. Конечно, что такое патент? И кто нам выдает патент? Эксперт. Эксперт как раз и оценивает. Новизну. Ну, оценить новизну как раз самое простое, да, то есть по открытым базам ищется, по всему там миру или там по выбранным локациям ищется, значит, объект, да, и сопоставляется. Вот это как раз может делать искусственный интеллект. Очень быстрый поиск и очень быстрое сопоставление. А вот дальше уже эксперт начинает разбираться с рефератом, который прилагается, и читать, есть там изобретательский уровень или это, извините, ну, два колеса, одна палка, и мы получили велосипед. Там есть изобретательский уровень, там есть техники, там есть новизна, там есть промышленная применимость, то есть насколько это может быть тиражируемо. И вот как раз эксперт, которого пока что заменить искусственный интеллект не может как раз, собственно, эксперт и выносит решение о том, что выдать патент, присвоить свидетельство или не выдавать. То есть вот это ключевое различие между авторским правом и патентным правом. То есть в авторском праве мы просто вот имеем объект и подтверждаем право авторства. С патентным правом там нужна еще экспертиза, то есть подтверждающая, собственно, то, что по вот этим критериям подтверждающая наличие вот этих признаков, да, и, соответственно, закрепляющих это право изобретателя на получение патента фактически, да. То есть мы имеем как раз вот эту цепочку, цепочка, в которой есть экспертиза. Вот в авторском праве там цепочка чуть-чуть другая, да. В патентном праве цепочка включает в себя экспертизу. То есть мы до сих пор вынуждены, да, или там должны, или... Ну, в общем, таким образом устроена система, что мы получить патент просто по факту создания объекта не можем. Мы должны подтвердить это в Роспатенте, то есть эксперты нам должны подтвердить, что мы изобрели не вечный двигатель, а мы изобрели нечто, что можно воспроизвести по чертежам и промышленном масштабе производить. То есть фактически вот такое подтверждение. Это можно даже сказать, что определенным образом подтверждается гипотеза тоже, да. То есть эксперты подтверждают гипотезу, что это не какая-то ерунда, да, что это действительно имеет место с точки зрения как раз применимости, что это не абстрактная виртуальная какая-то неведомая зверушка, а что это действительно работающий какой-то механизм или модель, то есть там уже зависит от объекта. Ну и, соответственно, есть еще одна категория очень большая, важная, про которую мы сегодня с вами не говорим. Вот я думаю, может быть, Майя к нам подключится, Игоревна, и она дополнит нашу дискуссию, потому что есть еще средства индивидуализации, вот мы говорим об авторском праве, да, я в большей степени говорила, вот Мария говорила о патентном праве, а есть еще средства индивидуализации, товарный знак, да, то есть то, что нас отличает от других. И здесь тоже как раз есть этап, где требуется экспертиза, то есть эта цепочка не может быть пока что только на фоне вот цифрового кода зафиксирована, потому что там есть еще этап экспертизы, да, то есть проверяется, опять же, новизна там и так далее, и так далее, то есть по критериям. А правильно ли я понимаю, что в средствах индивидуализации экспертиза как раз позволяет вам ответить на вопрос, правда ли вы отличаетесь от других, правда ли вы являетесь юрикальными, или вы, может быть, приняты за другого, да, то есть есть некая степень смешения. Да, 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 как раз вот это очень интересная тема, потому что еще в этом году, я так понимаю, что будет возможность уже у физических лиц за собой закреплять права на объект интеллектуальной собственности, вот как раз товарные знаки, то есть сегментации, и, соответственно, мы будем иметь либо шквал, да, этих товарных знаков, либо наоборот, ну, посмотрим, что будет, потому что очень интересно, потому что товарных знаков и так уже очень много, и там идет сегментация по классам МКТУ, это международная классификация товаров и услуг, это то, что, в принципе, можно назвать сопоставимым с акведами, да, то есть вот когда регистрируется компания, там прописываются виды деятельности, поэтому может быть и парикмахерская ромашка, и программное обеспечение ромашка, где они пересекаются, если вдруг парикмахерская ромашка решила выпустить свое ПО, вот тогда она заходит на территорию действия, там, компании ромашка, которая жена в ПО, и вот тут они уже спорят, пока это парикмахерская, а это стартап, они живут, собственно, параллельными жизнями и друг другу не мешают, и то ромашка, и эта ромашка, но если кто-то решит вот перейти на чужое, что называется, поле, вот тут и начинаются коллизии, поэтому вот посмотрим, что будет, потому что классов МКТУ всего 45, да, видов деятельности и так далее, но фантазия, вот тут как раз и будет подключаться уже фантазия человеческая, изобретение вот как раз тех самых уникальных названий, там, не знаю, еще чего-то, то есть такой стимул для креатива, скажем так, плюс еще сейчас такой тренд в русификацию, да, то есть уже все меньше и меньше используются англицизмы, сокращения и так далее, поэтому, ну, вот интересно, что будет, когда посредством индивидуализации дадут такую возможность для физических лиц регистрировать товарные знаки на себя. Ну, в первую очередь, конечно, это личные бренды, да, то есть мы понимаем, что все те блогеры, которые сегодня зарабатывают на своем мире… Безусловно. Ну, понимаете, да, когда мы работаем на зачетку, когда мы работаем на зачетку, то потом должна зачетка на нас работать, да, вот как раз… Мы рассчитываем, что вернется какой-то фидбэк, естественно. Да, вот пишет наш коллега, что классов МКТУ 45 и домен 1, ну, все мы понимаем, что домены – это, по сути, товарные знаки, можно приравнять индивидуализации, вот, и киберсквотинг, он такой же, как и сквотинг товарных знаков, приблизительно по тем же тропам ходят патентные тролли, которые присваивают… Я хотел как раз об этом сказать, что вот тема как раз рецентивидуализации, наверное, особенно близка к многим нашим услугам, поскольку Координационный центр занимается вопросами поддержки управления доменным пространством, написания правил, разрешением конфликтов, связанных в том числе… И мы в нашей практике, я еще когда-то давно тоже работал в Координационном центре, сталкивались с… Например, люди регистрировали товарные знаки только для того, чтобы получить доменное имя. Ну и, собственно, опасно близко всегда ходили те, скажем так, правила, по которым работают домены имена, юридические правила, регулирующие споры и разрешение конфликтов в области интеллектуальной собственности. И более того, собственно, сам домен, он как бы не является все-таки средством индивидуализации в классическом юридическом смысле этого слова, да, потому что это услуга, и вы много раз спорили на различных мероприятиях о том, что доменом не является интеллектуальной собственностью, потому что фактически это аренда адреса, которая дается на какой-то ограниченный срок и потом просто заканчивается. Но их роль в отделении, например, интернет-ресурсов друг от друга, их индивидуализации, их отличия друг от друга в глазах пользователей действительно очень схожа. И я думаю, что потом, когда у нас будет уже вопрос-ответ, я приглашу, конечно же, всех остальных наших участников высказаться. Мы вот на эту тему еще услышим какие-то комментарии. Давайте дальше пойдем. Я хотел бы перейти как раз к теме Creative Commons, открытых стандартов, открытых прав, и зайти на эту тему. Я бы хотел бы с какой стороны. Насколько я понимаю, вы, пожалуйста, поправьте меня, если я это не очень четко, не очень профессионально формулирую, но есть некие две основные парадигмы в этой области. Есть компании, которые строят закрытые, грубо говоря, экосистемы, и закрытый код, закрытые продукты, которые недоступны другим. Например, классический пример – это, например, компания Apple, у которой все программное обеспечение полностью проприетарно, и никто, кроме сотрудников, ничего модного не может получить. Есть, соответственно, обратные ситуации. Это вся система, экосистема Linux, которая все написана на открытом коде, которая дает бесконечное количество возможных вариантов для написания и расстояния приложений и так далее. Причем обе эти, скажем так, компания, обе эти экосистемы, обе эти две парадигмы существуют прекрасно в одном мире, борются за рынок, и все у них хорошо. Что, по вашему мнению, заставляет, точнее, не так, парадигмы следовать у той или иной компании или сообщества, работающего с какой-то интеллектуальной собственностью? В чем вы видите преимущества, недостатки, возможно, того или иного подхода, и какой, на ваш взгляд, перспективнее, какой имеет большую жизнеспособность в современных условиях? Позволите, да? В любом порядке. В любом порядке. Вы можете друг друга дополнять. Вы можете, если вы не согласны, вы можете, соответственно, комментировать, как друг друга, пожалуйста. Ну, я скажу так, да, Creative Commons – это, во-первых, идеология, да, это некая философия. Да, это организация, да, это способ передачи прав по открытой лицензии и так далее, но в первую очередь, конечно, в начале любой этой истории лежит некая философия, идеология ее организатора. Поэтому, когда мы говорим о разных системах, то это скорее разная философия и идеология тех, кто ее продвигает, да. То есть мы понимаем, что есть изобретения, а есть изобретения, которые исходят из философии и идеологии. Тот же Стив Джобс, например, совершенно искренне считал, что его продукт совершенен, поэтому нечего в нем копаться, и все гаджеты Apple сделаны таким образом, что их невозможно разобрать в домашних условиях, что-то там подкрутить, собрать заново, да, и любое вторжение внутрь, сервисный центр потом просто не примет у вас гаджет, да, скажет, вы уже его вскрывали. Поэтому сервисные гарантии все отзываются. Вот так и здесь, да, то есть что мы имеем в виду? Абсолютно. А также Sony и также многие другие. Да, но что здесь сначала, коммерческая выгода или философия и идеология творца? Да не знаем мы, да, может быть, это сначала была философия, а потом уже коммерческая выгода от этой философии. А может быть, наоборот, маркетологи сказали, вы знаете, мы должны сделать продукт таким образом, чтобы его действительно невозможно было разбирать на запчасти. А потом уже, ну, давайте как-то это преподнесем людям, и была придумана идеология, да. То есть здесь может быть что сначала, курица или яйцо. Поэтому, скорее всего, здесь и то, и другое, да, какая-то идея возникает просто на уровне ощущений, а потом уже материализуется в маркетинговой стратегии, а что-то, наоборот, действительно сначала избирается как маркетинг, а потом, чтобы это стало понятно людям, это все облекается в некую красивую обертку, упаковку словесную там и так далее, идеологическую. Вот, поэтому два подхода и оба совершенно, как сказать, бьющие в свою целевую аудиторию. Мы понимаем, что люди, которые занимаются написанием кодов, IT-тишники, да, программисты, те самые люди, которые там сегодня у нас чуть ли не самые востребованные специалисты, это особая культура. Эта культура как раз и подразумевала, что там есть обмен, да, обмен информацией, обмен данными, обмен экспертизой и там и так далее. То есть ты делаешь, я подхватываю, ну и так далее, да. И как бы там общая идеология – это достижение некого вот, достижение некого блага в том представлении, которым видит благо это сообщество. А благо этого сообщества – это как раз вот развитие, развитие всего этого, значит, вперед, туда, куда-то, да, дальше. Для других компаний идеология, там, коммерциализация результатов, да, и, соответственно, право ограничивать вот как раз доступ к своим технологиям, своим разработкам, к своим кодам и так далее. И обе стратегии в конечном итоге прибыльны, да, потому что и то, и другое просто целит в разную аудиторию. Я здесь уже с позиции маркетинга это все рассматриваю, да, со стороны экономики. То есть действительно у каждой идеи, идеологии есть, у каждого продукта есть своя целевая аудитория. И как мы к ней подберемся, как мы в нее попадем, ну, это уже вот, собственно, вопрос. Что касается вот авторского права, да, вот я записывала там выпуски своей «Чувство собственности» и там общалась с продюсером большого лейбла, очень успешного, да, там Иманбек Грэмми получил, вот продюсер Кирилл Лупинос, вот мы с ним беседовали там на камеру. И я его спросила, говорю, Кирилл, ну вот скажи, как бы пиратство, да, вот, ну, ваш же контент пиратит, а он лейбл серьезный, у него очень много подписано на него, то есть он ведет очень много артистов, вот. И он говорит, ты знаешь, ну, как бы с одной стороны, да, есть права и так далее, а есть наши инфлюенсеры, то, что так называется, да, то есть люди, которые покупать не будут, они пиратят наш контент, но они являются инфлюенсерами, они разносят этот контент по сети, делают его популярным, привлекают к нему внимание, и таким образом мы все равно потом свою копейку зарабатываем, просто чуть, ну, дольше путь там и так далее. То есть понятно же, что не весь контент, конечно же… Как партизанский артист в какой-то степени, конечно. Да, то есть люди своим интересом разносят этот контент по сети, делают его вирусным, делают его популярным, там и так далее, и так далее. И дальше уже артист зарабатывает на концертах, на корпоративных, частных выступлениях, там и так далее, да, когда выпускают пластинку, и ее все равно покупают, ну, другая категория целевая, да, то есть уже другие люди, которые привыкли платить за контент. То есть в конечном итоге профит все равно присутствует. То есть и поэтому сказать так, что, например, там за Иманбеком бегают по всей сети и выпиливают со всех торрентов треки, нет, они так не делают, они просто занимаются своим делом и продвигают в легальном белом поле контент, продают его и, соответственно, зарабатывают. А вот эти все торренты там и так далее, они просто становятся фактически бесплатными инфлюенсерами, да, то есть им даже платить не надо, они сами разносят контент по сети. Средством наработки репутационного капитала, скажем так. Да, но смотрите, есть очень тонкий момент. А потом я однажды тоже на камеру общалась с одним диджеем, который там достаточно популярен, но, что называется, широко известен в узких кругах. То есть вот сейчас он раздает контент и говорит, да пусть берут мои треки, мои там сэмплы и так далее, пусть это все делают, записывают. Но в какой-то момент, конечно же, он озаботится вопросом прав, когда он, например, захочет записаться на каком-нибудь лейбле, выпустить там релиз какой-то серьезный, да, и когда он пойдет, например, на международный уровень, вот когда он захочет стать иманбеком, да, и там получить Грэмми, вот тут-то возникнет у него и контракт, и договор, и, значит, и пиратство будет пресекаться, и дальше он сам будет говорить, ребята, не пиратьте мой контент, покупайте его там за 10 рублей там на такой-то площадке, понимаете? То есть вопрос набора массы критической. То есть пока артист начинающий, и он еще, конечно же, его слушает мама, бабушка, еще три подписчика и ставят ему лайки в сети, то, конечно, ну как-то еще, знаете, рановато немножко думать о том, как подписать там какие-то такие серьезные вещи там и искать свои треки по сети и их удалять. Это вообще странно, ну согласитесь, это противоречит вообще здравому смыслу. Ты сделал трек, чтобы он стал популярен, и ты будешь бегать удалять его отовсюду, ну немножко странновато, да? Но потом наступает момент... Есть такие примеры. Да, но ситуация в том, что... А вот когда озаботится автор сохранностью своего контента? Когда его начнут плагиатить, да, когда его начнут воровать, и это станет успешным? Вот ты написал песню, выложил ее там где-то на площадке там во ВКонтакте, кто-то взял ее в качестве сэмпла, переработал, да, и выдает за свое, и у него вдруг полетело, и ты такой, стоп, деньги мимо кассы. С какого, да, спрашивается? Вот тогда начинаешь поднимать, собственно, свое там депонирование, еще что-то и говорить. Ребят, да я первый это создал, давайте-ка платите мне за там переработку моего исходного материала, давайте-ка разберемся, чей материал, да? То есть вопрос исключительно, как всегда, ну в деньгах, да? То есть как только мы понимаем... Логично. То бренд растущий, бренд растущий, контент только набирает какие-то обороты и так далее, все творцы говорят, да, пусть, пожалуйста, расходятся по сети сколько угодно. Как только начинаются деньги, серьезные какие-то контракты, серьезные отношения, выход на другой уровень, мета-уровень, да, вот тут и начинаются уже другие разговоры. Вот тут мы уже и понимаем, что тут уже не право раздавать, а право ограничивать, да? Очень интересный кейс у меня был сейчас, вот ко мне обратилась, ну как сказать, в запрещенных соцсетях продолжают все равно люди общаться между собой, да? И вот недавно меня, значит, рекомендовали, да, что, мол, вот там человек занимается интеллектуальной собственности, ко мне обратилась там девушка, которая, значит, купила, купила просто, что называется, в интернете тесты психологические, там она психолог, занимается там исследованием и так далее. Вот она пишет работу, и она, значит, просто купила для себя методический материал, она его перевела для себя, переработала для себя, а потом стала его дорабатывать таким образом, этот материал, он мне показался очень интересным и так далее, она стала его перерабатывать, и она пришла ко мне с вопросом, говорит, слушайте, ну вот я уже настолько сильно переработала и так классно перевела и так далее и тому подобное, я хочу это выпустить под своим именем. Я говорю, слушайте, ну в научных целях вы можете просто сослаться на автора, да, если вы просто это оставите в рамках вашей там какой-то научной работы, И туда есть правила научного цитирования, есть соответствующая статья в гражданском кодексе, которая описывает правила научного цитирования. Я говорю, ну, пришлите мне, пожалуйста, исходные материалы, там я уже подключила своего юриста, да, и говорю, давай вместе посмотрим на ситуацию, чем можем человеку помочь. Она присылает, значит, исходный материал, где, ну, черным по белому написано, все права принадлежат купить здесь, да, получить разрешение правообладателя, вот кнопка, вот сюда. Так, нажимаете, значит, пишете мне письмо, и я вам либо даю права, либо не даю, продаю, либо не продаю. То есть автор совершенно конкретно, без всяких там обиняков, пишет, я только за деньги вам дам право распоряжаться моей интеллектуальной собственности. И вот она ищет сейчас там вариант, а как вот так, я говорю, слушайте, ну, никак, да, и юрист там написала заключение, то есть я как бы не выступаю консультантом, ко мне просто приходят с вопросом, а дальше я уже, знаете, как единое окно по интеллектуальной собственности, а дальше я отправляю по адресу, там, вам туда или вам туда, да, там, вот, отправляю уже к специализирующимся юристам. И вот юрист написал заключение, что да, конечно, авторское право, ну, в данном случае обойти, как бы вам не хотелось, обойти его никак не получится. Вам надо написать автору, запросить у него, значит, разрешение, заплатить ему деньги и только потом считать, потому что она говорит, ну, вот я вот так переработала, а там, ну, нет, нет, знаете, там, на 5% переработала или на 99%. То есть это все равно, ну, как бы есть первоисточник, да, и, соответственно, никак не получится обойти этот первоисточник, особенно в публичном пространстве. И он узнаваемый, он прослеживаемый, я понимаю. Да, и, соответственно, мы ей объясняем так и впрямую, и косвенно, что вы, конечно, можете делать вообще все, что угодно, но вы несете репутационные риски. Может быть, даже в суде вы не проиграете, но репутационные риски вы несете. Все равно научное сообщество вас захейтит за плагиат, ну, потому что так не делается, да. Вот, поэтому... Ну, конечно, да, огромное. Очень хочется, очень хочется, но нельзя. То есть если хочешь это для себя перевести, да, пожалуйста, переводи и пользуйся, там так и написано. Да, ну, то есть вы купили, заплатили за книжку, пожалуйста, вы ее прочитали, стали умнее. Ну, или не стали, да. Но если вы хотите на основе этой книжки написать другую книжку, ну, тут уже, извольте, так сказать, заботиться цепочкой прав, понимаете. И как бы не хотелось сказать, что да вообще там ни слова не осталось, я все перепел, да, но все равно получается, как в том анекдоте, да. Шаляпина слышал, нет, да, да плохо он поет, почему? Да мне Мойша напел, да, ну, как бы. Вот так и получится. Логично. Немножко Мойша напел, немножко это будет не та песня, да, которую там исполнял Шаляпин. Но, тем не менее, можно узнать, и тем не менее, все равно можно за это предъявить. Да, согласен. Да, то есть всегда запрашивается исходное, да, разрешение на исходный материал. Поэтому вот про цепочку прав, опять же, да, то есть вот она цепочка, вот так она и возникает. И, конечно, она может быть и в цифровом формате в том числе. Поэтому тут, как сказать, дальше только будет развиваться вся эта история. Конечно, будет безбумажный оборот все больше и больше набирать. То есть тот же Роспатент, например, раньше вообще стимулировал подачу в электронном виде, там скидки давал на, скидки на пошлины при подаче заявок в электронном виде. А сейчас, по-моему, вообще отменили прием документов в бумажном виде, только все в цифровом. Поэтому, конечно, безбумажный цифровой оборот, и, конечно, все будет развиваться именно вот по логике цифрового все-таки уже мира, да, то есть безбумажного оборота. Тут нам пишут, тут нам пишут, что… Слово, опять же, об открытых или закрытых стандартах, открытых и закрытых системах, желании делиться или не делиться. Ну, я так понимаю, это просто комментарий, да, такой. Вот, да, я согласен с этой логикой, что появляются претензии на закрытость, да, или на соблюдение прав в тот момент, когда появляются большие деньги. Но есть и обратные, на самом деле, примеры. Об этом я как раз хочу спросить Марию Ольховскую. Как обстоит дело в патентном праве, в промышленных каких-то историях? Например, недавно сравнительно недавно была новость о том, что господин Маск сделал публичными и тенты, которые ставят двигать Тесла и основные эти системы, и разрешил для платного использования большого… Ну, то есть для платного открытого совсем, ну, на какие-то старые свои модели. Экосистема, росшая как закрытая, вдруг стала, вдруг разразилась в какой-то невиданной благотворительности. Как с этим обстоят дела вот в поле промышленных патентов, вот в вашем уголке? Да, ну, в действительности, когда мы говорим о Creative Commons, мы говорим в идеологии, да, как Мария сказала? Мария Ольховская, слышите ли вы меня? А, да, все, все прекрасно, да. Да, спасибо. Когда мы говорим о Creative Commons, мы говорим об идеологии, иными словами, о движении, которое возникло как, ну, своего рода протест, знак, манифест против системы, там, копирайта или как альтернатива копирайту. Но здесь есть другой момент, поскольку это все-таки движение или идеология, да, есть определенные пределы принятия этого движения, да, или не принятия этого движения. И в патентном праве, да, есть интересные случаи, когда отдельные лидеры, лидеры мнений определенных, да, там, государства говорили о необходимости внедрения, ну, своего рода вот таких открытых возможностей для того, чтобы использовать то или иное решение. Например, Уга Чавес, насколько я помню, говорил о том, что вот песня, песня – это интеллектуальная собственность. А вот как какая-то лаборатория или предприятие может запрещать кому-либо использовать возможность производить, реализовывать лекарственный препарат? То есть мы же сейчас говорим о жизни человека, и песня – это хорошо, мы признаем авторские права. Но с какой стати мы сейчас будем признавать патентные права на какую-то разработку, от которой зависит жизнь человека? Ну, как вы понимаете, это все размышления в пределах определенной территории, да, которая может себе позволить лидер, да, вот определенного государства. Мы видим частные случаи в Российской Федерации, да, механизм принудительного лицензирования, который создан как ответ на возможные риски с точки зрения дефицита возможного лекарственных препаратов, который может создаться, а может не создаться на территории, да, нашей страны. Вот механизм принудительного лицензирования, когда мы можем побудить правообладателя к тому, чтобы он выдал соответствующую лицензию какой-либо компании, которая готова производить в необходимых объемах этот лекарственный препарат на территории той или иной страны, вот этот механизм, он работает. Что касается Apple, я немножко так буду прыгать по отсылкам, да, как модель такой закрытой, может быть, компании на начальном этапе. У Apple была интересная модель с точки зрения вот открытых инноваций внутри, когда компания позволила сотрудникам делиться друг с другом инновациями или их мыслями и гипотезами, которые вдруг стали проравными, ну, вот в течение определенного случая определенных навыков и компетенций. Я же правильно понимаю, что в любом случае все равно они оставались внутри системы Apple, Apple не выходили наружу, и это не то же самое, что, например, сообщество, да, таковое, каким является, например, Linux, Unix системы, где вообще весь код все равно какой-то взаимоотношерим внутри закрытой этой системы. Да, обмен опытом, чтобы у людей был сроки горизонта, но это все равно недоступно никому извне, правда ведь? Ну, конечно, да. Да, и вот в случае с Илоном Маском, ведь мы говорим о том, что он позволяет шерить какие-то результаты интеллектуальной деятельности, которые получили отражение в качестве запатентованных решений, да, другим лицам, действительно, это факт. У него есть разные высказывания, разные политики применительно к разным объектам, ну, вот то, о чем вы сейчас сказали, Михаил, действительно, это имеет место. Но давайте подумаем, ведь он сначала запатентовал, а потом он шерит, правда? А не так, что мы создали какую-то инструкцию, которая доступна всем пользователям, пожалуйста, я вот не имею никаких прав в собственности. Ведь такой механизм, который сейчас сделал Илон Маск, да, он позволяет шерить и потом закрывать, шерить и закрывать, понимаете? Поэтому есть очень разные механизмы. В данном случае это не совсем, да, Linux. Если позволите, я поддержу вот месседж, да, что это, знаете, это такой не Робин Гуд, который все отобрал у изобретателей и раздал бедным другим изобретателям. Он все-таки за собой права-то сохранил, понимаете? Это Робин Гуд, у которого у самого все как бы припрятано. Он отдает это, ну, скажем так, в гуманистических целях, да, то есть в целях вот развития как бы патентования как гуманитарная функция, обмен знаниями, да, то есть развитие превалификации. Да, то есть это гуманитарная функция. Ну, вы понимаете же, да, что действительно как бы ценность коммерческая остается все равно у него, потому что, ну, нельзя, как бы, нельзя подать, воспользовавшись его патентом, нельзя то же самое воспроизвести и запатентовать, да, то есть все равно у него остается, то есть патент в первую очередь, это, знаете, как есть слава и деньги, да, вот патент, он закрывает потребности изобретателя и в славе, и в деньгах, вот, в том смысле, что ты получаешь и славу, право первенства, да, что ты первый это изобрел. Но, с другой стороны, ты оставляешь за собой коммерческую составляющую, то есть ты становишься неким монополистом в этой разработке, да, и дальше ты уже решаешь, разрешишь ты кому-то пользоваться этим или там запретишь и так далее. То есть мы же понимаем, что иногда патентуют не для того, чтобы раскрыть сущность, да, изобретение, а чтобы запретить использование. То есть специально пишут патент таким образом, чтобы не до конца его там раскрывать, да, но чтобы застолбить за собой вообще вот эту вот... Очень интересно то, чем занимается вот как раз проектный офис Федерального института промышленной собственности, вот Олег Йена там во главе, да, они занимаются патентной аналитикой. Так вот инструмент патентной аналитики, он в первую очередь не только для того, чтобы посмотреть, что там изобретено, а чтобы посмотреть, что там изобретено у конкурентов и что нужно быстренько запатентовать, чтобы заблокировать рост и развитие ближайшим конкурентам. Там есть направление «стратегическая патентная разведка», понимаете? То есть это такие фактически уже шпионские игры начинаются, да, когда как бы расследуются там чуть ли не по соцсетям, да, там конкурентов и так далее, то есть исследуются, в какую сторону они копают, то есть в какую сторону. Как раз вот подразделение R&D сейчас, здесь и сейчас проводит исследование, то есть они по косвенным признакам понимают, что будет патентоваться дальше, да, то есть на какие рынки выходит дальше конкурент и так далее. То есть патенты – это такая очень интересная история про раскрытие как раз информации, поэтому, кстати говоря, если говорить о перспективах, то очень перспективным становится инструмент ноу-хау, да, это коммерческая тайна, то есть когда в компании… Вот я, кстати, хотела бы Марию прокомментировать и рассказать, может быть, подробнее кейсы, потому что у меня в моей компании режима ноу-хау нет, у меня в основном объекты авторского права. И мне вот очень интересно было бы спросить коллегу как раз про режим ноу-хау, как устроено и действительно ли вы, ну, может быть, вы сейчас… Я не провожу конкурентные разведки, Мария, я точно не работаю в конкурирующей фирме и так далее. Мне просто интересно подтвердить свою гипотезу по поводу ноу-хау коммерческой тайны ВС-патент, как вы работаете сегодня, как вы выбираете для себя стратегию патентования, то есть в каких видах, объектах интеллектуальной собственности, собственно, сохранять свои вот эти конкурентные преимущества. Спасибо, Мария. Очень интересный вопрос. На самом деле, если говорить глобально об инструменте ноу-хау, то применительно к химии, вот я встречала всего там пару кейсов. Один – это Поккола, второй – я, к сожалению, забыла название препарата гормонального. Он был разработан в Северной Америке еще в середине прошлого века. И там ученого, который решил хакнуть эту ноу-хау, шло несколько десятков лет, несколько миллионов. И, к сожалению, к концу жизни он все равно пришел ни с чем. То есть он несколько раз как будто решал эту задачу, но там вмешивалась даже регуляторика, лоббирование было интересов правообладателей. И, в общем, к сожалению, не выпустил он дженериковый препарат. И когда он уже был, наверное, близко к этому, к сожалению, там маржа уже была и не такая, потому что аналогов было достаточно много. Но что касается такого, как вам сказать, что-то вроде обыденного ноу-хау, я имею в виду такого утилитарного, применительно к продукции, которая… у нас достаточно широкая номенклатура, да, и здесь нет какого-то одного ноу-хау, который связывает все результаты интеллектуальной деятельности и может быть закрыт в сейфе, и соответствующий режим может быть введен. Достаточно много ноу-хау на процессе изготовления разной продукции, и оно разнесено по нашим подразделениям, где-то есть производственная площадка, где определенная степень смешивания, определенный температурный режим, когда нужно смешать, да, с чем нужно смешать, потому что иногда кто-то пытается повторить без соответствующей инструкции или в инструкции, где чего-то не хватает, и, к сожалению, вот, ну, не получается, или, к счастью, не получается. У нас есть, да, действительно множество ноу-хау, и на нашей части они разнесены по разным подразделениям, это хорошо, они никогда не объединены в одном месте. И следующий момент, да, действительно, в заявках мы раскрываем неполную информацию, это соотносится с риском того, что патентная заявка, которая подана в патентное ведомство, не всегда превращается в патент, а гусеница не всегда превращается в бабочку, и нужно об этом помнить, и как можно сильнее страховать свои риски. Хотя каждый дополнительный признак усиливает ваши шансы на патент, но с точки зрения рисков на долгосрок, все-таки часть каких-то решений, особенно при их давлении, должно сохраняться в режиме ноу-хау, это наша твердая позиция. То есть вы раскладываете яйца по разным корзинам, все традиционно в этом смысле. О, да, у нас очень много корзин. Это действительно помогает как инструмент, потому что вы понимаете, что рынок связан с специалистами, специалистов всегда можно что-то еще дополнительное дать, понять мотивацию, даже через несколько лет, потому что есть охотники за головами, которые в очереди, да, и несколько лет специалиста просят куда-то уйти. Такой инструмент распределения ноу-хау по разным местам и производственным площадкам позволяет действительно сохранить решение в секрете. Ну и здесь еще очень важный момент. Ведь когда мы добиваемся качества, а мы точно уверены в качестве, на заре создания компании сплат в первую очередь насчитывал большой отдел качества. Еще интеллектуальной собственности не было, а отдел качества уже был. И в этом смысле мы, конечно, беспокоимся за вещи, которые необходимы для повторения качества и вот определенный техпроцесс, который этому способствует. Поэтому не раскрывая определенные моменты, мы в том числе не в смысле защищаем себя только от копирования, мы еще говорим добейся этого качества сам по своей техкарте, да, будь лучше, сделай что-то другое новое на рынке. То есть такое стимулирование, да, через ограничения получается. Да, как Илон Маск, только по-другому. Прекрасно, прекрасно. Смотрите, полтора часа мы уже в эфире, у меня, честно говоря, еще миллион вопросов, это безумно интересная дискуссия, но я думаю, что надо попробовать дать возможность что-то спросить или прокомментировать наших слушателей, наших гостей. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения по всему тому, что мы сегодня обсуждали к нашим гостям, пожалуйста, вижу руку Андрея Романова. Пожалуйста, вам слова. Коллеги, добрый день. Я буду без видео, просто интернет, на него надеяться нельзя. Три маленьких комментарии, один вопрос глобальный. Значит, смотрите, речь шла, когда мы готовили наш сегодняшний клуб, обсуждали вопрос по поводу возможности, так сказать, обсуждения там относительно соотношения между авторским правом и то, что производит искусственный интеллект. Надо сказать, что тут искусственный интеллект недавно, ну, три месяца назад, произвел некий объект, некое утверждение, в результате которого компания Google потеряла 100 миллиардов долларов. Это было одно небольшое высказывание, которое было там в районе 7 февраля, произведено его фирменным искусственным интеллектом. Это первое. Второе, иногда сильная защита, абсолютная защита авторского патента, скажем так, даже скорее, так сказать, как это в компании Coca-Cola. Вот никто не знал, как секрет этого замечательного состава. На сегодняшний день у нас производится добрый кола, который нравится детям значительно больше, чем, собственно, оригинальный кол. И это мы тут недавно проводили такое тестирование. Третье замечание – это вот тут обсуждался Creative Commons, но есть еще одно, так сказать, направление вот этого обмена знаниями, скажем так, обмена технологиями. Это система open source и система открытых стандартов вообще, на которой построен весь интернет практически. Практически весь. Ну, есть там, короче, Apple какой-то, да, непонятно на чем держится, так сказать. А весь остальной интернет построен на открытых стандартах, открытых кодах, ну и так далее. Ну, может быть, там графический какой-то контент генерируется, значит, соответственно, какими-то проприетарными технологиями. Вот. Но концепт созданный, цивилизационный концепт – это система открытых стандартов. Это даже не Creative Commons, это гораздо сильнее. Вот. А, собственно, вопрос связан вот с чем, такой философский вопрос, скажем так. Во время ковида сильное развитие получили технологии так называемых матричных РНК, на основе которых были очень оперативно созданы, ну, как бы так, серьезные вакцины, хотя, в общем, короче, и необходимость вакцинации, и, соответственно, результативность ее, они ставятся под сомнение некоторыми участниками процесса. Но, тем не менее, на матричных РНК в ближайшее время, как декларируют, значит, компании, которые этим вопросом занимаются, будут созданы вакцины от рака и вакцины от сердечно-сосудистых заболеваний. Это, я не знаю, это ноу-хау, либо патент, либо что-то, ну, скорее, ноу-хау. И, соответственно, это не лечение геморроя и, так сказать, поддержание потенции, как в случае там в Пайзере, это жизни и смерти людей. Как вы относитесь к тому, что если эти компании будут принуждены к раскрытию этих патентов для, ради спасения жизни человечества, скажем так, значительно миллионов людей? Спасибо. Очень интересный этический вопрос. Да, конечно. Пожалуйста. Если позволите, да, Мария? Или вы, может быть? Конечно. Ну, вот я немного вскользь затрагивала тему, что интеллектуальная собственность еще же гуманитарная есть, миссия, гуманитарная функция, эволюция и так далее, да, в том числе борьба с бедностью и так далее, вот эти все цели устойчивого развития мировые, которые были подняты у нас некоторое время назад прямо-таки на щит везде, да, и все об этом говорили. Сейчас уже у нас ситуация изменилась, и как бы это немножко так затерлось, да, вот эта вся эта история про глобальные такие цели устойчивого развития, но тем не менее, да, и как раз в большое противоречие вступает между собой вот как раз институт интеллектуальной собственности, механизм интеллектуальной собственности, как раз с большими глобальными гуманитарными целями человечества, да, но мы при этом понимаем с вами, что, ну, это как вот система, я бы провела параллель, знаете, с системой налогообложения. Никто не любит платить налоги, но мы все в конце концов понимаем, что их как бы нужно платить, потому что действительно есть как бы объекты, которыми мы пользуемся все сообща, инфраструктурные и так далее, да, то есть дорогу каждый себе не может построить, поэтому, конечно, ну, дороги должны строить все вместе. На что их строить? Вот на налоги мы и строим дороги, да. Поэтому здесь такой момент, я даже не знаю, может быть, тут, ну, дилемма в том смысле, что с одной стороны бизнес-интересы, да, то есть компании, которые вкладывают миллионы и миллионы средств в исследование в R&D, да, эти вот, в эти неокры, вкладывают гигантские средства в разработку этих вакцин, матриц и так далее, то есть действующих веществ и прочего, вообще принципы подхода к лечению тех или иных вопросов в области здравоохранения, медицины и так далее, долголетия, определения жизни. Ну, то есть, с одной стороны, на чашу весов колоссальные средства, инвестиции и защита этих инвестиций, то есть базовые понятия экономики, а с другой стороны, мы имеем вот эти вот все эмоциональные, что называется, нагрузки, да, то есть мы имеем нагрузку на бизнес с точки зрения гуманитарной миссии и функции. И вот здесь, честно говоря, я даже не буду брать на себя смелость выносить какой-то вердикт, потому что, с одной стороны, я понимаю, что есть бизнес и его интересы, а с другой стороны, есть развитие там всего человечества. И по большому счету, я думаю, что правда где-то посередине. То есть, наверное, государство должно брать на себя функцию регулирования вот этих каких-то моментов. Ну, например, есть же механизм закупки жизненно важных лекарств для нужд населения. То есть, в таком случае должно государство выступать вот посредником и, наверное, закупать у компаний, закупать эти медикаменты, лекарства и так далее для нужд населения. Ну, мне кажется, ну, это вот мое такое, знаете, навскидку, я не могу сказать, что я долго над этим думала, но я частенько, как бы даже в своей деятельности частенько вот этот вопрос, он поднимается все время, да, что патент – это как раз сдерживающий механизм эволюции, особенно вот в медицине. Ну, получается так, да, и как раз и возникают вот эти истории с открытыми инновациями, что, мол, такие Робин Гуды от интеллектуальной собственности появляются, да. Поэтому мне кажется, что нельзя рушить и экономический механизм, но и в то же время, конечно, должны решаться глобальные вопросы, жизненно важные вопросы. Поэтому мне кажется, вот должен быть такой посредник в виде государства, который, ну, как бы, вот и закупает эти лекарства, либо вкладывает тогда в какие-то государственные структуры, вкладывает на то, чтобы там тоже разрабатывались такие действующие вещества, лекарства, структуры, биохимические какие-то формулы и так далее. То есть, ну, мне кажется, что вот такой какой-то путь должен быть, потому что нельзя разрушить в основании своем совсем систему интеллектуальной собственности и сказать, все, мы патентное право отменяем, вот все, что вы там изобрели, это ваши проблемы, мы у вас забираем все патенты, все, что вы там раскрыли в патентах, вот мы сейчас пойдем и... Ну, да, понятно, что принудительное лицензирование приблизительно так и работает, но все-таки должна быть какая-то и здесь регулирующая история. То есть, что-то тут должно быть еще в защиту все-таки и коммерческих интересов, да, и в то же время, конечно, эволюция и развитие человечества и гуманитарная функция миссии и так далее. То есть, у меня нет однозначного ответа и мнения, скажем так, я не могу вот сейчас точно вам сформировать и там сказать, что я готова за него биться, за это мнение. То есть, я здесь нахожусь, с одной стороны, в общечеловеческой позиции, да, а с другой стороны, я предприниматель, да, я понимаю, как это, ну, то есть, мне завтра придут и скажут, ну, давай, ты там, вот это больше тебе не принадлежит, это как бы всех, да, и тогда что, я теряю, как бы, я же не только за себя отвечаю, за своих сотрудников, да, и коллег, и, собственно, это их трудами создано, поэтому, ну, как? То есть, тут такая у меня очень, это очень сложная, сложный вопрос, действительно, для меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я вот могу только высказать такую какую-то двойственную позицию по этому поводу. Ну, и кроме того, логично предположить, что пропадает мотивация коммерческих компаний, которые, собственно, во многом и двигают науку вперед в своих коммерческих лабораториях для того, чтобы исследовать что-то дальше. Мария Ольховская, вы прокомментируете вопрос тоже? Да, с большим удовольствием, потому что так случилось, что в теме диссертации кандидатской инновационной стратегии развития фармацевтической отрасли много рассуждала об арфанных заболеваниях, так называемых редких, которые, как показывает опыт, совсем не редкие. У нас мало, наверное, я имею в виду в мире диагностированных, да, инструментов диагностики не хватает, поэтому мы называем иногда редким то, что редко для нас встречается в медицинской карте, а не то, что редко встречается в жизни. Ну, собственно, Мария в каком-то смысле уже краткое самори дала моему произведению, когда сказала, что государство берет на себя в этот момент определенные функции, когда мы говорим о ценных для человечества препаратах. И вот здесь тут хотел осветить два момента. Ну, вот первое препарат против спинально-мышечной атрофии из алгенсма, да, ведь никто не призвал компанию делиться и бесплатно раздавать этот препарат. И очень часто, да, всем миром собирают денежные средства на лечение детей, потому что укол нужно поставить до определенного возраста. И сейчас нет давления, я имею в виду вот жесткого давления на компанию, разработчика, с тем, чтобы она всем делилась. Отдельные мысли в прессе мелькают, но, тем не менее, это не какое-то общественное движение. Следующий момент. Прозвучал вопрос, да, про вакцину от рака. Скептически иногда отношусь к заявлениям, которые проскальзывают в прессе. Буквально некоторое время назад, я уже готовила доклад, посмотрела, там искусственный интеллект что-то изобрел в области фармацевтики, прям выдающейся и так далее. Но вот, как показали клинические исследования, все это провалилось. И пока не будет соответствующих клинических исследований, многоэтапных, мы пока не говорим о том, что действительно это существует. Очень интересные мысли сейчас ученых есть, да, на какой основе производить, там, ДНК, какие-то дендритные клетки и так далее, там, подобное. То есть мысль, она неограничена, очень много коллективов. Я даже иногда смотрю, два коллектива на разных уголках нашей планеты занимаются одной и той же задачей, про которую мы только, например, читаем, да, и хотим узнать. И исследователь спрашивает, слушай, а у кого бы можно спросить экспертизу, посмотри по поиску, кто может быть лидером мнения в этой области. Я смотрю, и два коллектива, независимо, друг от друга решают эту задачу, они при этом не знакомы друг с другом. То есть они знакомы только посредством своих каких-то публикаций открытых. В этой связи, вот, это очень интересно. И действительно, здесь патентование для определенных ученых это возможность как-то отбить свои инвестиции, ну, прежде всего, для компаний, наверное, не столько для ученых, да, для каких-то компаний, ну, вот, вы знаете, да, и в консалтинге есть там час благотворительности, да, и в фармацевтике есть определенные дни, допустим, когда коллектив изучает вопросы, связанные с жизнями человечества, но которые пока не зашиты в пайплайна этой компании, и компания пока не выпускает этот препарат. Все это есть, но для того, чтобы компания существовала, нужен определенный круг, и он состоит не только из спасибо и каких-то еще важных вещей на самом деле для компании, но в первую очередь за счет циркуляции денежного потока, который приходит и уходит. И здесь, я думаю, что мы придем к каким-то интересным механизмам, они есть в ряде стран, и в нашей стране тоже есть, да, вот этот налог, который взимается в размере 15 процентов, да, по-моему, процентов сейчас у нас налог на богатых, так называемый, да. Насколько я помню, как раз призван пополнить вот кубышку, которая расходуется на лечение детей с определенными заболеваниями, то есть определенные инструменты есть, да, хотелось бы, чтобы их было намного больше, потому что диагностика сейчас активно развивается, поэтому я думаю, что мы получим новые инструменты в ближайшее время. Ну и плюс к тому, если позволите, я дополню, да, есть же государственные структуры, которые содержат лаборатории, в которых производятся исследования, которые потом закрываются не только как патенты, но есть же еще статус, когда изобретение признано всемирно значимым, его называют открытием, да, научное открытие, а открытие – это уже другая история, открытие – это уже Нобелевская премия и так далее. Почему мы считаем, что только в коммерческих структурах, в коммерческих лабораториях могут быть произведены такие действия исследовательские, в результате которых будут найдены эти таблетки счастья, да, и там таблетки от всего. Возможно, государство будет быстрее. Вопрос в том, какое государство, ну, тут уже, знаете, дальше уже, как сказать, это вообще не тема интеллектуальной собственности, да, сейчас мы не будем в эту уходить историю. Но я о том, что есть лаборатории, которые при научно-исследовательских институтах, а они вообще-то занимаются такими же вещами и даже, может быть, посерьезнее занимаются этими вещами, поэтому ожидать, что именно из коммерческой структуры будут выходить такие вот лекарства и так далее. Почему мы забываем о том, что это может быть просто открытие, да, то есть научное открытие, и, пожалуйста, вот оно становится доступным. А открытия у нас уже не защищаются, они доступны как раз всему миру, да, то есть это как раз вклад в общем мировую культуру, науку и так далее, раскрытие. То есть здесь такой, понимаете, как сказать, есть еще один очень важный участник этого процесса, которого нельзя недооценивать, есть не только бизнес и общество, есть еще государство, да, которое вот инвестирует в том числе в разработки научные и в том числе вот в медицине, здравоохранении и так далее. Поэтому это вот мой такой, by the way, да, комментарий на полях. Хорошо. У нас осталось время, я думаю, на два еще вопроса максимум, да, потому что эфир уже, конечно, мне кажется, бьет рекорды по своей длительности. Вопрос из чата. Мой короткий вопрос. Что, по вашему мнению, мешает и мешает ли развитию изобретательства в России и быстрому переходу на инновационные рельсы? Потому что на них перестраиваемся уже лет 7, если не больше. Ну, вопрос сформулирован довольно общо. Я позволю себе, может быть, чуть-чуть конкретизировать. Наверное, речь идет о том, что мешает и мешает листочке зрения существующей юридической инфраструктуры для работы с изобретателями, с их патентами, их защищенности, получения выгоды и так далее. Что, по вашему мнению, в России, над чем можно еще поработать, а что и так хорошо? Пожалуйста, тоже в любом порядке, если у вас есть какой-то комментарий. Это же что-то, может быть, из вашей практики. Какой-то конкретный кейс. Помните, что что-то случилось, что вы считаете нужно поправить или информирование должно быть более хорошим или какие-то юридические процедуры, новая регуляторика. Я, наверное, отвечу достаточно кратко, но жизненно, да, с точки зрения бизнеса, нужно больше бизнеса. Я имею в виду, что предпринимательская активность должна быть намного шире, чем текущее количество предприятий в Российской Федерации, особенно относящихся к малому и крупному бизнесу, для того, чтобы сформулировать запрос, который бы решили, допустим, ученые или какие-то творческие коллективы для того, чтобы купить стартап. С точки зрения ученых достаточно сложно бывает перестроиться, когда у тебя есть какое-то решение. И ты почему-то, процентов, наверное, 80 ученых, с которыми я встречалась, беседовала где-то в кулуарах, они очень боятся, что компания их обманет. Как именно, они не знают, но это точно компания, которая сейчас возьмет у них результат интеллектуальной деятельности, пойдет выпускать и обязательно получит миллиарды на их изобретение. То есть вот их предварительная оценка, она для них кажется единственной, которая существует. У меня даже бывали случаи, когда изобретатели пишут, что у него есть потрясающая какая-то инновация, и, допустим, она относится, не знаю, к чему, к нанесению, допустим, чего-нибудь на упаковку зубной пасты. И начинаешь спрашивать, скажите, пожалуйста, в чем заключается ваше изобретение, мы готовы с вами подписать соглашение и не разглашение. И там просто буря эмоций с другой стороны, когда нет, 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 я так и знал, что вы обманете, потому что вы спрашиваете, в чем состоит мое изобретение. То есть как еще выйти на сделку с человеком, который что-то создал полезное, не спросив у него, ну, это странно. Стартапам не хватает часто какой-то апробации, экспериментов, которые важны именно в контексте компании, к которой они обращаются. Потому что есть действительно какая-то классная штука, но компании нужно ее доработать, и не каждая компания будет готова ее дорабатывать. Есть другой тип изобретателей, которые так увлечены гипотезами и желанием вот сделать, доказать, что это действительно работает, что иногда раскрывают компонентный состав, забывают указать какое-то еще одно вещество, за счет которого и достигается этот эффект. И мы, к сожалению, тратим время на проверку гипотезы. Оказалось, что это кот в мешке. Ну, точнее, полкота в мешке. Есть совершенно потрясающие ученые, которые не знают, каким образом можно использовать их решение. Они знают про него все. Они готовы ответить на все вопросы. Мы очень любим нашу целевую аудиторию, и они готовы идти на контакт. Многие ученые не совсем понимают, это не относится только к нашей компании, что когда вы идете в крупный бизнес, вас сопровождает человек, который просит на одну встречу прийти, на вторую встречу с другими стейкхолдерами, на третью, допустим, с финансистами, чтобы они просчитали какую-то модель, и человек почему-то думает, что он погружается в определенную бюрократию. Наверное, это так и есть со стороны. Но с другой стороны, если мы не решим эту задачу вместе с этим ученым, с этим творческим коллективом, к сожалению, не будет того выхлопа и value для потребителя, который видит продукт на полке и купит, и почувствует самый главный эффект. Ну, я присоединюсь сюда. Да, прокомментируйте тоже. Ну вот Мария очень полно отразила вообще текущую всю ситуацию. Я могу лишь сказать про вершину айсберга, потому что на самом деле, конечно, этот вопрос не в бровь, а в глаз, и он, конечно, очень объемный, поэтому я и скажу только про вершину айсберга. Да, вот я ее вижу, конечно, во-первых, в популяризации, то есть у нас, все знают Илона Маска, но давайте на вскидку назовем сейчас пять ведущих современных изобретателей России. На вскидку, тест, давайте, быстрый, можно в чате, там. Понимаете? Все начинается с пиара. Мы все помним Гагарина, весь мир знает Гагарина, да, мы в апреле все чествуем Гагарина, там и так далее. Гагарин считает… Вы что, фильм «Тетрис» недавно, да, о знаменитой советской игрушке? Да, игрушка знаменитая, а как бы человека мы узнали только по фильму «Тетрис», понимаете? То есть речь идет о том, что вот Илон Маск – это бренд, это такая сила бренда, за которой следит весь мир. Стив Джобс – это сила бренда. Ну вот, понимаете, мы с вами неглупые здесь люди собрались и чествовать Королева, чествовать Королева, Королев, я говорю, современных, вот наших с вами сегодняшних, вот ровесников Илона Маска, давайте я сужу критерии поиска ровесников Илона Маска, которые у нас гремят на всю нашу, на всю нашу страну, да, вот кого. Я, например, знаю некоторых таких ребят, и знаете, я за ними слежу, я им поддерживаю, там помогаю, всячески сотрудничаю. Как раз тоже в сфере космонавтики, вот у меня мой друг Олег Манстеров, вот он разрабатывает SR Space, у него компания, да, и вот он занимается как раз частным космосом, не поверите, да, в России. И вот мы с ним периодически там встречаемся на разных форумах, мероприятиях и так далее, и я слежу, что ему пишут в комментариях в запрещенных, разрешенных соцсетях. Слушайте, его никто не любит, но любят свои, да, вот свой круг, а как только он выходит за круг чуть-чуть вот дальше, чем свои, и начинается вот этот вот хейт, да, да ты кто такой, да ты чем там занимаешься, Илон Маск ты наш там дорогой и так далее. Олег, прости, если ты будешь смотреть это все, я знаю, что есть масса людей, которые тебя любят и поддерживают, да, но есть вот эта масса скептиков, которые начинают копаться в каких-то там нюансах, деталях и так далее, считая, что они помогают человеку. Знаете, вот когда мне говорят, что критика там помогает, иногда мне хочется сказать, не надо критики, ты просто скажи мне там спасибо, хорошо, молодец, про критику я сама себя съем лучше, чем кто-либо меня может съесть, понимаете, иногда вот у нас почему-то вот это вот все, не высовывайся, о себе не говори, себя не хвали, не дай бог кто-то похвалит, там что-то такое, понимаете, то есть надо быть скромнее, надо быть тише, своих надо критиковать, потому что кто тебе еще скажет правду, как не я, понимаете, и вместо доброго слова у человека, понимаете, вся проблема изобретателей в том, что у нас либо сумасшедшие изобретатели, у которых просто корона сразу вырастает на голове, которые носятся с этими, ну я работала в Роспатенте, я знаю, о чем говорю, понимаете, которые несут свои вечные двигатели просто на постоянной основе, считая, что они вот изобретатели века, года там и вообще, Леонардо да Винчи просто курил нервно рядом с ними, понимаете, а есть люди, которые правда изобретатели, но они даже не знают о том, что они изобретатели, потому что они занимаются бизнесом, им некогда, знаете, вот это вот все там, патенты оформлять, да, у них дела, у них бизнес, они там изобрели какой-то способ сварки, да, и нормально продают на рынке, ну понимают, что, да, когда начинают с иностранными партнерами работать, они такие, так, 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 вот здесь-то я технологию как раз раскрывать-то и не буду, вот здесь-то как раз мне патенты и пригодятся, приходят умные юристы и говорят, дружочек, не надо, вот эту вот технологию сварки давай-ка мы сохраним, а еще лучше закроем вообще в режиме ноу-хау, понимаете, то есть есть изобретатели, которые, я опять же говорю про верхушку айсберга только, понимаете, да, там есть глубинные процессы, глубинные вопросы, инфраструктура, политика, бизнес, там много разных социальные всякие обстоятельства и так далее, так вот, если говорить про вершину айсберга, я буду про свое про любимое, да, про пиар, про связи с общественностью, про разговоры о поддержке, понимаете, у нас нет культуры поддержки, у нас нет культуры, там, похвалить, там, лишний раз сказать, ты молодец, давай, там, и так далее, да, то есть как-то все вот, вот даже на уровне, там, ребят, которые, правда, занимаются крутыми вещами, вот у них там есть фан-клуб их, да, который их там поддерживает, а как только они выходят за границы этого фан-клуба, там обрушивается просто массовый хейт, и эти люди, которые хейтят, знаете, они не ленивые, вот ленивые, те, кто, друзья, те, которым лень поставить лайк, вот они ленивые, или там написать молодец, круто, а вот люди, которые занимаются хейтом, знаете, какие они не ленивые, у них масса свободного времени, у них масса слов, значит, и так далее, и желание, горячая и энергия потопить в зародыше, вот они будут сидеть часами, раскапывать, вычитывать, сопоставлять, там, что-то это, понимаете, чтобы человеку прийти и просто прям вот, ну, плюнуть в душу реально, и вот это меня больше всего расстраивает и угнетает, что у нас не воспитана вот эта культура поддержки, раньше чествовали героев, да, у нас были действительно герои, там, Королев, Гагарин и так далее, да, в честь них, в честь каждого из них снято по пять фильмов, понимаете, там «Космос как предчувствие», отличный фильм, кстати говоря, как раз на тему изобретателя, который, ну, если смотрели фильм, вы помните его концовку, человек, который Гагарина действительно отправил в космос, у него сердце не выдержало, он просто не выдержал вот этого переживания за свое детище и за человека в этой ракете, который куда-то летит и неизвестно, вернется ли обратно, понимаете, то есть вот конкретные люди, отдельные люди, они душой и сердцем переживают из-за изобретателей, из-за изобретений и так далее, но в массе почему-то у нас вот эта культура поддержки, она не очень развита, и поэтому, конечно, человек просто боится высовываться, понимаете, вот я сейчас высунусь со своим изобретением, я огребу тут по полной программе этого хейта, зачем оно мне надо, буду сидеть тихо, там, надо будет заработать, ладно, мне юристы там оформят и так далее, и вот когда я работаю в Роспатенте, там, искала этих звезд, да, вот мне на каждую конференцию нужно было, ну, там, я понимала, что только так можно там СМИ собрать, да, то есть СМИ не придут, когда нет картинки, они не хотят смотреть на все те же на манеже, понимаете, они хотят звезд, они хотят историю, они хотят картинку, камера не придет, если нет картинки, если нет лица, если нет персонажа, если не у кого взять интервью, не придет СМИ, нет СМИ, нет популяризации, нет популяризации, нет мотивации, понимаете, кто сейчас из детей, вот у меня там дети растут, да, ну, я не вижу, чтобы было желание повесить портрет Гагарина на стенку, это не к вопросу о моем воспитании там и так далее, дети, все нормально у меня с воспитанием, да, но я говорю про тренды, понимаете, про тренды и про атмосферу, про настроение, про считывание вот текущего момента, да, вот в этом текущем моменте дети почему-то не склонны у нас сейчас мечтать о том, что они полетят в космос, да, или там куда-то там в поисках Немо 80 тысяч лье там за сутки, да, или там за 80 дней, как там, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю, это наш культурный код, мы им пропитаны, вот мне кажется, что мы то самое чуть ли не предпоследнее поколение романтик, в которое еще как-то вот откликаются на такие штуки, да, а сейчас, ну, вот надо новых героев, нам нужны герои, понимаете, вот герои нам нужны, очень они нам нужны, потому что нам нужны вот эти ориентиры, геройские, морально-нравственные и прочее, прочее, поэтому, если говорить про верхушку, про упаковку, про пиар, про связи с общественностью и так далее, то я говорю со своей позиции, да, что хочется героев, и поэтому, а героев мы создаем сами, поэтому давайте не лениться ставить лайки знакомым хотя бы изобретателям, писать им, ты молодец, ты крутой, на тебе рубль, если он там собирает на какой-нибудь планета.ру, да, ну, часто же собирают, сейчас же есть эти краудфандинговые платформы, где люди собирают на свои какие-то разработки, изобретения и так далее, вот давайте голосовать рублем и лайком, ставить лайк и рубль, да, и вот так вот всем миром, может быть, мы действительно кому-то поможем изобрести то самое лекарство и от рака и всего прочего, а может быть, просто что-то красивое, приятное, что будет менять нашу жизнь, поэтому мой месседж вот такой, давайте делать героев своими руками, просто поддерживать знакомых нам людей, которые что-то творческим трудом создают.